Приветствую вас, Анастасия. Для начала я бы хотел заметить, что вы называете себя Настей, то есть у вас как бы имя Настя, а в общем-то полагаю, что вы взрослый человек, надеюсь, вам есть 18 лет. Когда взрослый человек называет себя детским именем, да, или именем, да, очень близких людей, то есть какая-то попытка себя преуменьшит. Попытка себя преуменьшит не означает, что вы не очень высокого особенного мнения. И здесь, в общем-то, несложно сделать вывод, что вы боитесь оценки, точнее, у вас нет самооценки, в силу того, что, ну, как бы отсутствует представление о себе. Вот. Как эти представления о себе формируются? Ну, в контексте той парадигмы, которая близка мне, я бы связал эти представления с прямым взаимодействием между людьми. То есть, когда человек взаимодействует с другим человеком, он получает от него обратную связь. Соответственно, на основании обратной связи, используя свои собственные фильтры, безусловно, не просто целиком проглатывая эту обратную связь, человек может сделать вывод от того, в какую сторону он движется. Вот. Таким образом, формируется представление о себе. Именно поэтому, так важно, вот эти вот не сформированные у вас представления о себе сформировать. И тогда, как бы, эта проблема у вас, как бы, отойдет на второй, на третий, четвертый план. Вот. Вместе с тем, можно и нужно, наверное, сказать, что подобное переживание, о котором вы пишете, может о чем-то сигнализировать. То есть, ну, это может свидетельство быть чего-то. Быть свидетельство, например, каким-то вашим неразрешенным конфликтом. Вот. Ну, например, вы же не думаете, что это случайно, что вы любите танцевать, но боитесь публичных выступлений. Вот. Это не случайно. То есть, здесь, вполне вероятно, есть такая позиция, что я не достойна, там, внимания, не достойна, там, успеха и так далее, и так далее. Кроме того, есть стыд. Есть стыд. То есть, данная ситуация предполагает раскрытие стыда в вашей психологической реальности. Да? Вот. Как появляется стыд, что вы с ним делаете, как вы его выражаете, выражаете, как он протекает. Это очень важные моменты, потому что, когда вы говорите про позор, да, вот именно про позор. Я боюсь, что я позорюсь. Мне кажется, ведь дело не в самом позоре, а дело в том, что будет после, ну, то, что будет потом. А потом, наверное, позорившись, вы останетесь со дна. Мне кажется, вы боитесь остаться со дна. Вот. Одином число, это то самое про, как бы, ну, про неконструктивные способы строить контакт с другими людьми. То есть, это, может быть, некоторая скромность, стеснительность, нерешительность. В общении с другими, я имею ввиду. Вот. Неискренность, потому что страшно, что, вот, я искренность сейчас проявлю, проявлю, да. Вот. И меня, ну, как-то вот что-то сделает, что я буду чуть-чуть вот себя опозорен. Ну, к примеру, к примеру говорю. Это не нужно думать, что это прям сто процентов, сто процентов. Вот. А обратите внимание, Анастасия, что вы сейчас записываете, но вы не задаете никакой вопрос, да. То есть, вы что-то хотите с этим делать, вы хотите меняться. Если так, то я бы рекомендовал вам, ну, во-первых, во-первых. 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 Значит. Моя рекомендация будет, наверное, разделена на две части. Вот. Соответствуйте такое выступление, которое могло бы вас опозорить, с тем, что посчитают позором те люди, среди которых вы танцуете. Ну, там, соответственно, дальше вам будет уже понятно, что делать. Скажите, пожалуйста, танцевали ли вы перед зеркалом когда-нибудь, видели ли вы себя в зеркале? Что вы видели, что вы чувствовали, что вы думали, и как это соотносится с тем, как вас видят другие? По-вашему мнению. Это очень важный момент. Эксперимент ради, среди тех людей, которые вам доверяют и которым доверяете вы, то есть, с которыми у вас близкие отношения. Я надеюсь, такие люди есть. Постарайтесь ради эксперимента потанцевать так, чтобы опозориться. Ну, вот специально, чтобы опозорить, старайтесь. Обязательно допросите обратную связь у людей после того, как это сделать. И психотерапия, кстати. То есть, вам нужна работа над собой, вы себя не знаете, вот то, что вы говорите. То, что вы описываете, это очень, такое вот достаточно глубокое незнание себя. Потому что, ну, вот этот страх оценки других людей, это незнание себя. Неуверенность, неуверенность. Это, наверное, привычка глотать обратную связь целиком, не фильтруя её. Вот. И если говорить про пример, какой можно было привести пример того, что я имею в виду. Я бы, ну, я бы смоделировал бы следующую ситуацию. В ситуации, когда мне вы говорите, например, Андрей, у тебя, допустим, неприятный голос, например. А я эту, как бы, эту обратную связь с вашей стороны мог бы воспринять как то, что мне не следует забывать о том, чтобы следить за своим произношением. Вот. И стараться говорить максимально чётко. Но при этом, как бы, иметь в виду, что действительно особенности определённые присутствуют. И это, ну, как бы, то, что я предпринимаю. То есть критика, в данном случае, ваша теоретическая критика, она направлена на то, что если у меня неприятный голос, то я вообще не должен отвечать на, допустим, ну, на вопросы, да, я вообще не должен этим заниматься. Вот. И это, как бы, директива, которая содержится в этом. Я же, подключая свой фильтр и соотносяя то, что вы говорите с тем, чего хочу я, беру для себя лишь только то, что для меня приемлемо. А то, что для меня неприемлемо, я отбрасываю. Вот. Вот. Примерно на таком же механизме вам нужно научиться. Но для этого нужно, для этого необходимо, необходим навык обращения с обратной связью других людей. И в этом граждане поможет терапия, потому что именно со специалистом вы сможете формировать такие обратные связи по актуальным для себя моментам, по актуальным для себя аспектам. Вот. И тем самым будете лучше себя узнавать, будете лучше себя понимать и постепенно вот эта вот проблема, что, ну, вы боитесь успеть, да, она будет уходить. Следующий момент. Это интерес. То есть я, конечно, не знаю, вы говорите, что когда вы танцуете, вы находитесь в другой реальности. Я бы хотел это тоже поисследовать, что вы имеете ввиду, потому что можно расценивать это как бегство из реальности, другую реальность. Конечно, мы на это оценивать как возможность отдаться процессу, возможность полностью проживать его. Поэтому тут я не знаю. Но если вы фиксируетесь на внешней истории, занимаясь тем, что вам якобы нравится, то это вызывает вопрос относительно того, а что вам интересно и насколько полно реализуется ваш интерес. Потому что когда человеку интересно то, что он занимается, когда человеку интересен его интерес, извините за тавтологию, интересна его жизнь, ну, как-то вот не особо становится важно то, что думают и делают другие люди. По крайней мере, это не на первом месте. У вас в данном случае происходит такой конфликт, поэтому вполне вероятно, что здесь вам следовало бы более полно изучить ваш интерес. Вот, вероятно, там всех раскрывает этот интерес, но не полностью. Может быть, это как один из вариантов. Есть другие варианты, которые тоже вероятны, но там нужно постараюсь уже более предметно разговаривать с вами. На этом всё, я надеюсь, что помог вам. Надеюсь, что мой ответ сформулирует у вас обратную связь, которая послужит началом работы над собой. Продолжение следует... maar неизвестно! Продолжение следует...